27,5 тысяч работодателей Югры планируют завести в этом году электронные трудовые книжки. Об этом сообщила на пресс-конференции управляющая Югорским отделением Пенсионного фонда России Татьяна Зайцева. Для жителей, отметила она, отказ от привычного бумажного документа носит добровольный характер. До конца 2020-го нужно решить, в каком виде хочется, чтобы в отделе кадров ввели трудовую. Компании, где сотрудники посчитают нужным оставить информацию о стаже на бумажном носителе, все равно должны будут предоставлять в Пенсионный фонд информацию в электронном виде. Зайцева назвала это двойной подстраховкой для тех, кто не хочет переходить на виртуальный документ. Если человек подаст заявление на ведение трудовой в электронном виде, то прежнюю версию работодатель выдаст ему на руки. С 2021 года те, кто впервые будут трудоустраиваться, будут иметь уже только электронную трудовую книжку. Необходимость в цифровизации документа, по словам Татьяны Зайцевой, назрела давно. Порой человек, обращаясь за назначением ему пенсии, сталкивался с проблемами. Предприятие, на котором он трудился, закрывалось, а бумаги пропадали. Не сдавали в архивы документы, подтверждающие, что данные люди работали на данном предприятии. И при назначении пенсии это, конечно, вызывало трудности, связанные с чем. Невозможно подтвердить, что человек работал на данном предприятии. Были случаи, когда терялась трудовая книжка, либо приходила в негодность на предприятии, хранилась не в тех условиях, в которых есть требования сейфа, то затопление, пожары. Добавлю, что с 1 января 2020 выплата по старости проиндексирована на 6,6%. Среднее увеличение составило около 1 тысячи рублей. В Югре размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составил 23 тысячи рублей. Задали журналисты вопросы о материнском капитале. На данный момент цифры такие. В 2020 он проиндексирован на 3% и составляет сейчас 466 тысяч 617 рублей. Что касается выдачи маткапитала за первенца и увеличения на 150 тысяч выплаты за второго ребенка, Татьяна Зайцева отметила, что пока нет по этим мерам нормативных документов. Чтобы какая-то инициатива начала реализовываться, должен быть нормативный документ. На сегодня пока нормативные документы в стадии проработки, их официально опубликованных нет, поэтому и обратиться, как можно обратиться за тем, чего нет. Я приду и про все новеллы вам подробно расскажу, когда они примут форму документа, законопостановления, указа.